Учитель из Красноярского лицея вел пикантную переписку с 13-летней школьницей. По словам девочки, он просил себя поцеловать и признавался в любви. После огласки мужчина сразу уволился из учреждения, но некоторые школьники просят его вернуться и даже хотят создать петицию. В неоднозначной ситуации разбирался наш корреспондент. Просто безобразие, которое должно быть наказано и все. Родители, которые сегодня приходят забирать детей из школы, мягко говоря, подавлены. Быстро и молча встречают подростков, а в то, что вскрылось совсем недавно, даже не хотят верить. Но от факта не убежишь. Семиклассница из этого лицея обнародовала пикантную переписку с учителем физкультуры. Просто хотел сказать, хотел сказать, что люблю тебя. Спрошу понятнее, могу тебя поцеловать. Сегодня просто супер, клевая такая. Это ужас, что я могу сказать. Поэтому мамочки и ходят вот так, как курица за цыплятами. Встречают, провожают. Не думал, что все это вскроется, скорее всего. Это, конечно, страшная картина. А вскрылось все внезапно. Аноним отправил письмо с сомнительной перепиской на почту школы. Пришла информация на почту лица. От кого? Анонимное сообщение. Я пришла, и было его заявление на увольнение на столе в приемной режиме. То есть я это заявление увидела. Получить подробный комментарий от директора не удалось. Ее тут же вызвали в следственный комитет для дачи характеристики на теперь уже бывшего коллегу. Последние три дня для школы – это темное время. Такого резонанса здесь никто не припомнит. А вот дети говорят, что все могло открыться годами раньше. Просто многие молчали. Семиклассница в беседе с корреспондентом объяснила, почему выбрала другой путь. Подтолкнула подруга, потому что это не первый случай в его практике. Опасности сильно не чувствую, но сильное напряжение, которое на меня влияет, очень сильно досаждает. Подростки говорят, что переписка, уже облетевшая интернет, это не самое страшное, что могло происходить между школьницами и учителем. Еще в прошлом году вот одно из моих знакомых, ну, приставал, писал, там, скидывал фотографии интимного содержания. Он ходил постоянно с девочками в окружении, но мальчики вот его не особо любили, но девочки, прям от него фанатели, можно сказать, большое количество. Не был мягким, но как-то хоккейтничал, будто бы. Возможно, фанаты, а возможно, просто благодарные ученики и родители тоже вступились за педагога. И таких немало. Его хотят вернуть многие ученики, там даже, возможно, пятицы будут какие-то. У меня, по крайней мере, к нему не было никаких претензий к учителю. Как человека, я его тоже знаю. Ну, весь какой-то харизматичный, веселый человек. В Министерстве образования рассказали, мужчина не только вел физру и ОБЖ, но и занимался с детьми факультативами. У него жена и двое детей, которые учатся в той же школе. Руководил клубом «Защитник», а также был руководителем знаменной группы лицея. За время работы зарекомендовал себя как ответственный и дисциплинированный сотрудник. В Следственном комитете и полиции теперь проводят проверку, хотя и родители семиклассницы не стали писать заявление. Как рассказала сама девочка, мама считает, что школьница подставила и учителя, и всю семью. Что же это было – фейк или роковое влечение – еще предстоит выяснить. Лилия Мешалкина, Дмитрий Комаров, 7 канал.